Всем доброго времени суток! С вами Татьяна. И сегодняшнее видео посвящается косметике, которая является полупустышками или затиражками, или, я назвала это видео, как и многие другие бьюти-блогеры, косметика затертая до дыр. Честно говоря, думала, что у меня такой косметики практически нет. Но, как оказалось, благодаря Project Pen, а Project Pen я веду, по-моему, третий в этом году. И вот, благодаря вот этим Project Pen все-таки у меня появились так называемые продукты из серии «Косметика затертая до дыр». Я их вам сейчас покажу. Но есть и такие экземпляры, которые как бы затерлись без всяких Project Pen. Что у меня в косметике, которая, ну, вот-вот закончится или осталось ее очень мало. Это вот такая рассыпчатая пудра от бренда W7. Sheer Lose Powder. Очень классная. Она очень быстрая. Расход у нее очень такой быстрый. Оттенок Honey. И эта пудра очень классная. Несмотря на свою цену, она очень даже неплохая. Ну, знаете, я вам неудачный такой ракурс выбрала, показываю. Кажется, что тут ее как бы и много. На самом деле ее осталось не очень много. Вот здесь вот видно, что она как бы так переходит и с одной стороны в другую. И поэтому создает такое впечатление. То, что ее как бы еще и много. Ну, то есть, если взять ее в Project Pen, я, наверное, возьму ее в следующий год в Project Pen, то как бы очень даже реально попрощаться с ней. То есть, ну, закончить ее, так сказать. Дальше, ну, вот будете сейчас смотреть, делать, так сказать, выводы для себя. Может быть, что-то прикупить. Ну, прежде всего, вот я вам всем рекомендую вот такую вот палетку. Если она есть еще в продаже. Она, по-моему, у нас есть здесь в Норвегии. Эта палетка такая комплексная. Strobe of Genius. Если я правильно прочитала. И эта палетка от, ну, как я сказала уже, от бренда NYX. Сделана она в Китае. Вот такая вот информация здесь об этой палетке. Здесь у меня один, сейчас я ее открою, один оттенок, который мне очень нравится. Если что, как бы давайте без критики о том, что у меня тут красота, так сказать, не наведена в палетках. Потому что вся косметика у меня в рабочем состоянии. Поэтому, ну, может быть, где-то какие-то такие запыленности сохранятся. Мне здесь очень нравится вот этот вот оттеночек. Ой, девочки, сижу на стуле. Он весь качается. Поэтому, может быть, какие-то будут посторонние звуки. Ну, так вот, это самый классный оттенок хайлайтера. Хотя, вот, других оттенки тоже очень даже неплохие. Ну, почему-то мне вот полюбился вот этот оттеночек. Давайте я еще один наберу. Ой. И вот получится вот такая вот красота. Что хочу сказать. Ну, здесь продукты такие довольно-таки рыхлые. Но очень-очень хорошо держатся на лице. Хорошо переносятся. В общем, я могу вам только рекомендовать вот эту вот палеточку для использования. Может быть, для каких-то своих коллекций, если кто коллекционирует косметику. Знаю, что есть очень много любителей именно косметики NYX. Она действительно очень хорошая. Поэтому, ну, я думаю, что... Я всегда, когда видео косметические свои показываю, я всегда даю какие-то свои рекомендации покупать или не покупать тот или иной продукт. Вот эти вот два продукта, которые я вам сейчас показала. А это пудра и вот эта вот палеточка от NYX. Они действительно классные. Хотя палетка от NYX, она мне перешла в качестве подарка от сестры моего мужа. Вот. И сама бы, знаете, я бы как бы на эту косметику внимания особого не обратила. Какая-то она, ну, неприметная. Вот эти вот у них... Для меня важен дизайн. Короче. Короче, чтобы... Так, если кратко рассказать, для меня очень важен дизайн в косметике. А продукция от NYX это самые настоящие серые мыши. То есть у них оформление не очень такое пестрое, яркое. Поэтому я раньше этот стенд с косметикой от NYX обходила стороной. Ну, вот как она мне подарила вот эту вот палетку, я так присмотрелась. И еще она мне подарила очень классную базу. Не помню, как она называется точно. Я вот ее пытаюсь найти сейчас, эту базу, но под макияж. Но я ее найти не могу, потому что NYX как бы... Ну, они постоянно обновляют свою продукцию. И это, видимо, у них была какая-то старая линейка. Но база действительно была очень-очень классная под макияж. Так, следующее. Смотрю сейчас. Вроде у меня больше нет продуктов для лица. Поэтому перехожу на... Ну, я имею в виду каких-то тональных кремов. Есть, конечно, тональные крема, которые уже хорошо, так сказать, поиспользованы. Но там плохо результат виден. Поэтому показываю вам то, что можно показать. И то, чем можно восхититься. Следующее это румяна от Vivienne Sabo. Тоже они у меня были, кстати, и в Project Pen в прошлом году. Ну, они в Project Pen попали очень-очень затертыми. Потому что они у меня очень давно. Я их еще в России покупала. Не знаю, выпускают такие оттенки сейчас или нет. Но я бы их повторно не купила. Потому что они не стойкие. Вот так выглядит два оттеночка. Вот этот розовый такой очень-очень скромный оттеночек. Малозаметный и хорошо мною поиспользованный. Потому что я любитель красных помад. А когда красную помаду, ну, таких ярких, не обязательно красных, но ярких. А когда наносишь яркую помаду, то как бы уже хочется чего-то менее радикального. Например, на щечках. Так, ну и что могу вам сказать по поводу этих румен и вообще косметики? Юриен Сабу много раз говорила. Мне вот, ну, честно от этого бренда на 100% нравилась только тушка Борре. Больше ничего абсолютно. Поэтому это вот троечный такой продукт. И, ну, если бы они выпускали их, и даже вот если бы я захотела бы какие-то румяна приобрести, то точно уже бы от Вивьен Сабу не приобретала. Хотя, кто его знает. Если бы, конечно, скидка была довольно-таки неплохая, то можно. Ну, то есть рекомендую, не рекомендую. Скорее всего, не рекомендую. Вот таким вот образом. Так, следующее. Следующее. Это моя любимица. Это вот такая вот палеточка от The Balm Mary Lou Manizer. На самом деле не в женском роде, а в мужском, потому что это хайлайтер. Это самый мой любимый хайлайтер. Не хочу вам тут показывать. Тут все равно мало что увидишь, потому что это хайлайтер, который тоже у меня был в прошлом году в Project Penny. Это самый любимый мой хайлайтер, который вообще вот я хочу взять в продукт года. Уже у меня несколько есть продуктов, которые я могу точно назвать своими продуктами, которые достойны наивысшей оценки. И вот наивысшей оценке достойен вот этот вот хайлайтер от бренда The Balm под названием Mary Lou Manizer. Вот она, это самая девчушка, которая и представляет вот этот оттеночек хайлайтеров. Хайлайтера, потому что там несколько у них хайлайтеров. Кто смотрит меня, знают, что я очень люблю эту косметику от The Balm. И в The Balm, ну в частности вот в разделе хайлайтеры, там у них довольно-таки много оттенков. Ну вот этот вот мне наиболее, так сказать, полюбился. Так, следующее это тоже хайлайтеры. Не скажу, что прям вот вау что-то, что-то такое классное, сильно тут отсвечивает. Значит, это хайлайтер, группа хайлайтеров от L'Oreal, Lovey & Glow. И это, если здесь есть оттеночек какой-то, даже по-русски написано, палетка контурирующих хайлайтеров, но я покупала здесь в Норвегии. И написано Made in Italy. Сделано в Италии. Ну, больше тут никаких. По-моему, как-то она называется. Это палеточка. Ну, не увидели, так не увидели. Я вот не помню, девочки, как она точно называется. Ну, ладно, потому что у меня есть такая же палетка, но там будут уже холодные оттенки. А здесь оттенки теплые. И посмотрите тоже, благодаря Project Pen, в котором участвовала эта палеточка, они у меня очень сильно затерлись. Опа! Очень классные хайлайтеры. Ну, тут, как вам сказать, тут, конечно, может быть, даже и не все из них хайлайтеры. Первые – это явно румяшки такие, могут даже тенями выступать. А вот три последних – это, конечно, классные такие сияшечки. Хорошие продукты вот эти вот, хорошее качество у этих продуктов. Ну, единственное, что они не очень стойкие. Вот, например, хайлайтер от The Balm, Mary Lou Manizer, он более стойкий. А вот эта вот, ну, продукция, она не очень стойкая от L'Oreal. Ну, если вы любите обновлять свой макияж в течение дня, то это вот как раз-таки из этой серии, что обновить. И продавалась, вернее, эта палетка в наборе. И в наборе шел вот такой еще жидкий хайлайтер – Glow Amour, Glow Mon Amour. И тоже, не знаю, есть тут название какое-то. Здесь вот, по-моему, уже можно увидеть. Это оттеночек 01 Sparking Love. 15 мл здесь. Ну, видите, что его в этом году я не пользуюсь, потому что как бы отдыхаю от косметики, которая была у меня в Project Penne прошлого года. Ну, это жидкий такой пипеточный хайлайтер. Очень классный. Главное, не переборщить, потому что он, конечно, ляжет как бы не очень хорошо. Видите, может быть, вот так вот ляжет не очень хорошо, поэтому оно вот как-то так. Вот так вот он выглядит. Очень красивый. Я его взяла, кстати, в Project Penne. Он мне очень нравится. Ну, не то, чтобы там как-то сэкономить или нет, была у меня мысль. Нет, не в этом дело. Но я взяла его, знаете, для того, чтобы все-таки побоялась, что он у меня высохнет. Но на самом деле начнет, вернее, высыхать, испаряться, как это происходит с продукцией от Essence, Catrice. Но на самом деле все было нормально. Никаких таких, каких-то неприятностей с этим хайлайтером не произошло. Вот. И поэтому он продолжает меня радовать. Вот даже сейчас его опробировала. И, в принципе, все с ним нормально. Ну, а мы с вами продолжаем смотреть дальше мои затиражки, мои полупустышки. И следующее, это... Это... Сейчас, девочки, не найду. Да, вот, нашла. Я тут выставила так все. И вот эта вот палеточка у меня, которую я вам сейчас покажу, она у меня тут разбилась. Крышечка отлетела. Не разбилась, имеется в виду, а вот упала и как-то так откололась быстро. Вот эта крышечка, но с продуктами ничего не произошло, потому что они очень сильно спрессованы. Давайте я, наверное, надену эту крышечку, попытаюсь и покажу вам. Потому что это очень хорошая палетка, очень бюджетная. Чуть ли там не за 120 или сколько-то за 150 рублей я ее покупала в России, в каком-то не сетевом, а в таком... в магазине индивидуального частного предпринимателя, который продает косметику. Вот там я покупала эту палеточку. И она оказалась очень-очень классной. Здесь есть зеркальце. Я вам не буду вот так показывать. У меня тут штатив стоит. Сделана она, конечно, в Китае. Вот. Ну, единственное, что, конечно, здесь хлипкая очень... Это коробочка такая, которая буквально вот... Ну, вот я купила, и там прошло какой-то небольшой промежуток времени, и у меня эта палеточка упала, и повредилась крышка. Ну, я думаю, ничего страшного в этом нет. Я ее буду продолжать использовать. Ну, и мы с вами переходим к палеткам теней, которые являются у меня затертыми до дыр. И это первая палетка. Это палетка от Dior. Это была, по-моему, лимитированная серия от Dior. Оттенок 705 by Gimasai. Почему она у меня... Ну, почему я считаю, что она такая лимитированная? Потому что я вот... Да очень-очень давно ее покупала. Я даже вот... Ну, не могу вам сказать. Ну, больше 10 лет, может быть, даже лет 15 этой палетки. Где-то вот так вот. Может быть, поменьше, не знаю. И потом я уже не видела. Кто-то меня из родственников просил привезти ее, потому что у нас в городе ее не продавали. И я ее покупала в Италии. Эту палеточку. И вот меня родственница попросила. Говорит, привези мне тоже такие... Ну, такую вот палетку. В Москве они продавались, конечно, палетки от Dior. Но вот этой вот лимитки не было почему-то. И вот когда я ее... Попыталась ей, вернее, купить ее вот этого вот оттенка уже не было. By Gimasai. Очень классные оттенки. И, ну, сами видите, что я ее, конечно, очень хорошо поиспользовала. Но, правда, у меня в тот момент и не было такого большого количества косметики, какой есть сейчас. Поэтому, наверное, вот такие были хорошие результаты. Ну, в то время, когда она у меня появилась, я даже и подумать не могла о том, что есть такие проекты под названием Project Pain. А следующая палетка, это палетка, которую, вот вы видите, она у меня уже здесь стоит. Это палетка от Dior. Коробочка. Это тоже дорожная лимитка. Обожаю дорожные лимитки. Они продаются только в аэропортах. Это тоже палеточка, которая была у меня в прошлом году в Project Pain. Очень хорошо я тут поиспользовала, видите, тональные средства. Хорошо румяшки поиспользовались и, конечно, тени. Ну, и здесь есть еще блески для губ. Кое-что тут осталось. Так, ну, давайте покажу вам. Здесь, что хочется сказать по этой палетке. Она, как я уже сказала, лимитированная. Поэтому, я не знаю, есть они в продаже или нет. Но я тоже потом уже, когда купила ее, кстати, не так, как бы и давно ее купила, покупала. Она у меня стала, вернее, сразу любимицей. Вот. И потом я их уже в аэропортах не видела. Не видела, вернее, вот эту вот палеточку, потому что выпускали что-то новое, что-то другое. Ну, а палетка, конечно, классная. Очень. И кто-то мне из подписчиков писал, Татьяна, не бери палетки от Диор, Ланком, в Project Pen. Побереги их. Я, с одной стороны, согласна с таким комментарием, с другой стороны, даже не знаю, чего беречь. Выпускается все новые и новые продукты. Вот. И поэтому, как бы, даже не знаю, зачем беречь. Ну, вот тут вот румяшки будут напоследок. Румяшки тут очень такие деликатные. Сейчас я еще получше нанесу. Посильнее. Посильнее нанесла. Ну, а вообще-то, они деликатно довольно-таки ведут себя на лице, на щечках. так. Итак, это вот мой вот такой вот любимчик. Наборчик такой дорожный. Так, следующий. Это тоже дорожный наборчик. Вот перед вами Летиция Каста. И это наборчик от Лореаль. Тоже он у меня был, конечно, в Project Pen. Так, давненько выпускался этот набор. и что же у меня здесь интересно. Вот так вот выглядит эта палетка. Вот такие названия. Ну, вы знаете, как-то Лореали раньше больше выпускали лимиток, чем сейчас. Сейчас как-то у них практически ничего из лимитированного не выпускается. Раньше как-то они были увлечены выпуском. сейчас, повторюсь, этого у них нету. Нету каких-то лимиток, потому что я, когда бываю в аэропортах, специально подхожу. Очень много наборов всегда. Как-то они миксуют свою продукцию у Лореаль выкладывают в наборы определенные и продают. Ну, а так, чтобы что-то такого нового, эксклюзивного было, там нету. Я имею в виду в аэропортах в зоне Дьюти Фри. Так, ну, показала вам тени, и это остались с одной стороны румяна, а с другой стороны пудра. Ну, я их обычно смешиваю, потому что здесь румяна очень термоядерная. Кстати, качество палетки очень даже хорошее. Очень хорошие тени. Мне кажется, даже раньше у Лореаль получше была, покачественнее была продукция, чем сейчас. Вот. И, знаете, еще что заметила по поводу продукции от Лореаль, что вот я живу здесь в Норвегии, мне кажется, здесь получше, качество, чем те, например, продукты, которые я в России покупала. Это я сравниваю по, например, помадам. Так, так, так. Видите, может быть, открою эту палиточку. Хочется, чтобы были все видны затиражки. Так, следующее. Из теней это все. есть у меня еще один набор, так сказать, на закуску, но его покажу в конце. Таня, если ты меня смотришь, Таня, ко бьюти, наверное, поняла, что это за набор. Наш с ней любимый наборчик. Так, ну и какие у меня продукты для губ, которые являются косметикой затертой до дыр. Ну, во-первых, это вот опять же набор, который я купила в Дьюти Фри. И это набор блесков. Набор блесков. Очень классные блески. Тоже они у меня были в прошлом году в Project Pen так. Это оттенок 502 Hope Me Close. Они сейчас есть в продаже. Эти блески специально смотрела. У нас есть. Вот, по-моему, они только... Ну, они, конечно, не вот в таком наборе, который я вам показала сейчас выпускаются, а по отдельности. Вот видите, как хорошо я поиспользовала в прошлом году этот блеск. Дальше второй блеск из этого набора 505 и название Never Let Me Go. Вы знаете, вот я хоть и делаю Project Pen, но, конечно, результаты не всегда такие, какие бы хотелось видеть. Вот он Never Let Me Go очень такой деликатный. И закончить, конечно, прикончить, так сказать, к окончанию Project Pen что-то очень-очень сложно. Просто вообще ужасно сложно. Так, следующий блеск. Так вот он выглядит. Видите, как он хорошо у меня поиспользован. И надо его сболтать. Что-то он тут... Ой, немножечко как бы даже увидела вот сейчас косметика слегка у меня тут ошалело от увиденного, потому что то ли отслоился этот блеск, то ли что с ним произошло. Сейчас его смешаю. Ой. Ой. Сейчас небольшая рекламная пауза, девочки. Одно поставишь, другое пауза. Знаете, кто съемками занимается, что это дело такое. Так, ну вот он этот блеск. Давайте я его попытаюсь сейчас реанимировать. Что-то внимания как-то не обратила, но он хорошо тут он, видите, смешивается и все с ним нормально. Запах не потерял, конечно, все нормально. Просто вот как-то так. Вот он так выглядит тоже хорошо. И это оттеночек 503 All Night Long. Вот эти вот блески, они не стойкие, они не очень хорошо держатся на губах. Ну, так вот увлажнить губы. Мне кажется, там какие-то даже ухаживающие компоненты вот в этих блесках от L'Oreal, потому что очень вкусные так на губах они и губы после них как бы знаете, вот как бы увлажнены. Извиняюсь за слово паразит. Следующие это палетки, я их не буду вам показывать, оттенки. Это палетки тоже от L'Oreal. первая палетка выглядит вот таким вот образом. Это тоже какие-то лимитки были у L'Oreal Color Rich палет. Так, вот таким образом я поиспользовала тоже, брала в Project Pen эту палеточку. Видите, какая красота, какое использование. Очень, кстати, классная вот эта вот серия была у L'Oreal. И я очень рада, что прикупила ее. Помню, как сейчас, помню, покупала на сайте LaModa. Так, следующая такая палеточка. Все они лимитированные. Вот эту я не помню, брала я в Project Pen или нет. По-моему, да, брала. Она у меня тоже, видите, затертости какие хорошие. Я потом, кстати, когда переехала, вернее, уже жить в Норвегию и я попыталась, очень неудобный столик здесь маленький, я попыталась найти вот эти вот палеточки здесь, здесь их не продавали. У нас почему-то в России они были в продаже, а здесь уже я не видела. Так, и еще одна палетка под названием Экстраваганца. Вот такая вот тоже. она у меня долгое время была любимой. Ну, здесь затертости вот такая вот небольшая вы видите в оранжевом оттенке. Думала, здесь побольше, что-то я ее хватанула, ну, пускай это уже будет у нас с вами палеткой, которая тоже затерта до дыр. Так, и из помад, вернее, из блесков все. Одна помада у меня есть, не знаю, можно ее относить к косметике затертой до дыр. Ее тут чуть-чуть осталось. Вот так вот. Можно тоже взять Project Pen. Это помада от Essence. К сожалению, потеряла я оттенок, но это как бы и не очень важно, потому что это помада из старого выпуска от Essence. тоже как бы можно ее реально вот если взять так в сумочку положить, ее можно даже поискать. Ну, и последнее то, что у меня есть из косметики затертой до дыр, это очень-очень раритетный набор от бренда Ивроше. Вот такой вот набор, который живет у меня уже очень долго времени, большое количество времени, много лет, 10 лет так это точно. А, кстати, перед этим набором Ивроше выпускал другой набор конструктор, и я тоже хотела его купить, помню, в то время я начинала увлекаться косметикой, и ну, тоже хотела купить его, там, по-моему, какой-то чемоданчик был, но, видимо, была не судьба, и Ивроше выпустили, заменили тот, вернее, чемоданчик вот этим вот набором конструктором. Это набор, который у меня, я его выбрасывать ни в коем случае не буду, ничего я тут перепрессовывать не собираюсь, это какая-то такая память о тех годах, когда выпускался этот набор, и хорошо тут видите, поиспользованным мною продукты, блески для губ тут практически все закончены, ну, если даже и видите, какие-то тут оттенки остались в блесках для губ, они просто, ну, они все использованы, просто здесь по краям осталась какая-то краска, естественно, ее тут не будешь ну, как-то удалять, для того, чтобы видно было, что блеск, так сказать, полностью израсходован, ну, вот, это очень-очень любимый мною был набор, сейчас вот сижу и вспоминаю, как я им пользовалась, можно, в принципе, продолжить пользоваться, тут вот карандашики есть, вот это вот, давайте поближе поднесу, это были здесь хайлайтеры, два хайлайтера, и вот здесь, сейчас попробую, девочки, не очень удобно, можно вот так вот взять вот это вот такую конструкцию, тут все это меняется, и очень было удобно брать с собой куда-то в дорогу, в путешествие, и я, знаете, жалею, что и в Роше, ну, не выпускает сейчас чего-то такого интересного, косметику они, конечно, выпускают, молодцы, декоративную, и мы все знаем, что декоративная косметика у них не конек, это не то, что, чем можно, так сказать, восхищаться, но, тем не менее, вот выпускали они раньше вот такие вот коробешники интересные, чемоданчики с косметикой, которые я, вот после вот этого набора стала даже покупать постоянно, как у них что-то выпускалось, поэтому я через некоторое время покажу их, у меня их несколько таких интересных наборчиков от Ивроше еще тех лет. Ну вот, вот такая вот подборка косметики, которая была затерта до дыр, честно говоря, я не думала, что у меня, когда вот собралась снимать такого плана видео, думаю, дай-ка я проведу какую-то ревизию, посмотрю, а есть ли у меня вообще такие продукты. Оказалось, что есть, и благодаря вот большинстве своем project пеном. Вот так. Снимаю я, что еще хочу сказать, снимаю я такое видео второй раз, у меня было такого плана видео два года тому назад, и там косметики было, конечно, поменьше. Ну, а вот благодаря project пеном получился вот такой результат. Спасибо вам большое за просмотр, увидимся с вами очень-очень скоро, и всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok